Всем привет! С вами канал Геральдика и Векселология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Малави. Многие африканские государства стали независимыми лишь в середине 20-го столетия, до этого им приходилось существовать в качестве колонии великих европейских держав. Но и после обретения свободы страны Черного континента еще долгие годы ориентировались на сильных мир сего. Герб Малави выступает как отголосок европейских геральдических традиций. И это интересный факт, поскольку на официальной эмблеме этой восточно-африканской страны присутствуют символы, которые ни в коей мере нельзя отнести ни к истории Малави, ни к ее современному существованию. Разница между главными символами Малави заметна с первого взгляда. Государственный флаг имеет лаконичную композицию и очень сдержанные цвета. Зеленый, красный, черный. На черном фоне присутствует изображение восходящего красного солнца. В отличие от флага герб Малави удивляет своей жизнерадостностью, богатой цветовой палитрой, тщательно выписанными деталями. Можно сказать, что авторы эскиза, с одной стороны, опирались на серьезную научную базу основной законной геральдики, с другой стороны, рисовали герб с любовью и настроением. В главном официальном символе Республики Малави можно увидеть элементы, присутствующие на многих европейских гербах, в том числе, щит, разделенный на горизонтальное поле, щитодержателей в образе традиционных хищников, турнирный шлем с наметом и бурелетом, золотое восходящее солнце орла на крикуна, венчающих композицию, гору молонья в основании герба, ленту с девизом государства. Анализ составляющих герба показывает, что использованы древние европейские символы. Часть из них, щит, шлем, бурелет, показана в традиционном виде, другая часть элементов, щитодержателей лев и леопард, орлан-крикун, отражают менталитет коренных жителей. Цветовая палитра достаточно насыщенная, присутствует как чистые тона, белый, голубой, красный, черный, так и оттенки. Например, гора молонья показана через сочетание различных оттенков зеленого и коричневого, также четко прорисованы хищные животные. Лев и леопард, выступающие в роли щитодержателей, изображены очень натуралистично. Это касается и окраски, и композиционного построения. Каждых из хищников изображен уверенно стоящим на задних лапах, с грозно отставленным хвостом и ощеренной пастью. Еще одно хищное животное присутствует на щите, в центральной его части. Но этот лев изображен в лучших традициях европейской геральдики. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!